приветствую наших зрителей сегодня понедельник и как вот мы посчитали последний в этом году выпуск программы доживем до понедельника добрый вечер в студии как обычно григорий гельфер евгений гендин и елена кальяна добрый вечер добрый вечер у нас работает прямой телефон 370 3101 если есть вам что вспомнить хорошего об уходящем 2016 годе пожалуйста звоните ну и также можете участвовать в обсуждении тем сегодняшней программы комментировать задавать вопрос можно рассказать что вы ждете хорошего 2017 можно что-то дождаться еще лучшего нежели было 2016 будут также я напоминаю фейсбук который бесперебойно нас обслуживает все эти 36 понедельника работает исключительно на мере все время работа да да вы сейчас в онлайн вы можете писать вопросы увидим прореагируем но если там уже не будет межнациональной розни и особо изощренных матов и призывов к насилию или к свержению кого-то из ведущих программы также все-таки коротко напомним наш 36 понедельник что программа наша называется еженедельная информационная ироничная то есть она чуть-чуть информационно чуть иронично здесь не эксперты но здесь и не клоуны за редким исключением вот веселить не обязаны здесь люди со своим взглядом два обывателя один профессиональный телевизионный журналист одна елочка сегодня поехали ну на самом деле вот уходящий год это год високосный существует такое как бы традиционное мнение что високосный год это ну как правило год такой сложный тяжелый этот год но к сожалению тоже он был очень непростыми много было как бы и потери проблем и вот в последнюю буквально накануне случилось событие которым ну поскольку мы новостная программа все равно мы должны об этом говорить погиб самолет ту-154 упал в море вылетел из сочи буквально почти сразу летел в алеппо там было как бы концертная бригада представляющая ансамбль имени александрова был были журналисты одиозных каналов частности нтв была доктор лиза известна в общем-то женщина да там где которые увозила из донбасса был автор песни о вежливых людях и исполнители да и автор автор антон губанков это начальник управления культурой министерства обороны в общем как бы комментировать сложно хотя фейсбук ломится от комментариев там вот ну таких что в одесской но сочувствие за ну к сожалению злорадство больше это не по поводу отношения к этому в общем-то трагическому событию ну потому что погибли люди а то что ну как бы в настолько вот произошли сложные изменения да там внутри нас вот ментальные какие то что многие люди вот живущие вокруг нас они вот комментирует это так и никого в этом нельзя обрекнуть это данность это объективное отражение такой ситуации которая возникла вот из-за взаимоотношения да там наши страны я скажу что мне страшно от того что происходят аварии вот вот я сейчас не буду говорить о россии об украине вот неприменимо просто от того что технически это никак невозможно предотвратить в ряде случаев когда погибают полностью самолеты и погибают члены экипажа и очень очень такая там интересная история есть там один человек из участников ансамбля вот этого александрова он не полетел остался жив его завернули на границе у него там что-то с паспортом было просрочено и человек вот не улетел таким образом жизнь его сохранена вот я я иногда верю в судьбу в таких случаях просто я сейчас не не применима к национальности я не хотел комментировать это перед передачей я говорил но вы замечательные люди причем я чуток похуже но то есть ты не спа то есть ты я просто говорю что это очень плохо что в людях поднимаются по поводу на этому есть определенная обещание я об этом нет я об этом сказал и это дизайн летел летел военный борт военный самолет который вас в военных пропагандистов журн автора того же вежливых людей которые и рыбака в горловке вспарывали брюхо и кот и это не манипуляция это факт и которые бои сбивали и вот эти пропа эти артисты это обтанцовывали и собирались обтанцовывать то же самое в алеппо и эти журналисты это все об обслуживали то есть летел воен но я вас не перебивала военный борт военный самолет который разбился государство агрессора ну как бы это может тоже притянуто вежливые то есть мне они ехали летели танцевать на костях я считаю не считаю танец на констях танцующих на костях танцем на костях то есть имеет я обоснование этому себе я не могу я не испытываю злорадство это не чтобы себя белить но я не испытываю сожалею мне жалко детей алеппо мне жалко вот действительно жалко и к фото присыпанные лепестки я не у меня рука не поднимется мем написать об этом сбитом самолете русском самолете нос но я не из это не поза я говорю даду и честно словно к сожалению да и вот это про деформация созна уж простите нас пожалуйста русские люди и люди с оставшиеся людьми когда мы все вокруг такие не люди есть знаете ли за три года вот такая деформация у нас девять человек погибло только официально светлодарская смерть человека и всегда смерть человека война и война есть война это военная катастрофа либо военный теракт ну что ж но я вот не случайно сказал о том что вот есть убирайтесь очень хочется чтобы я же не к тебе обращался говорю чтобы не уподобиться так сказать людям которые радовались да там птичка паду там чтобы не стать похожими вот это не дай бог так у нас есть телефонный звонок говорят что очень оптимистичны давайте послушаем добрый вечер готова вас слушать добрый вечер добрый я очень рада в очередной раз видеть вас на экране и хочу случаем воспользоваться поблагодарить нашего депутата гельфера которому я брать он купил это в начале мая вот большим делом по крыше по гоголя номер один я и сама со строителями с его помощником доволен доволен не добились того чтобы крышу переделали вот спасибо большое спасибо вам даже вот нам приятно да благодаря гельферам немного и не удалось но в любом случае приятно слышать слова благодарности они подвигают на новые так ты шо не коррупция нет ну тут хорошие я читал что да я вот продолжу тему об уходящем годе да вот много очень у нас было в этом году действительно событий и катастроф очень много кроме того что у нас нас война она не завершена и она идет очень много неверия есть у нас и говорят сегодня часто что политолога социологам уже верить нельзя но есть люди которым вот как-то все равно верится я сейчас говорю об астрологии особенно особенно веришь какие-то две недели которые до нового года и после нового года всегда очень много прогнозов всегда очень много каких-то там сопоставлений вот естественно есть прогноз и на 2017 год это будет год петуха и вот астрологи делают параллели про его проводят параллели с прошлым 2005 годом петуха это ближайший да и 12-летний цикл и 93 говорят что действительно было очень много таких похожих событий и в том и в другом и прогнозируют в семнадцатом году какие-то события связанные с гиперинфляции очень много событий очень много катастроф которые возможно вот говорят в январе тоже будут случаться и в европе и в америке спасибо лена да очень много было смен правительства много было смен глав различных вот интересно да главой нацбанка ющенко стал в 93 году в 2005 тоже петуха стал президентом а вот спрашивают люди может он опять вернется сгон тревога 2029 президентом не знаю не знаю в 2005 году уценко стал министром мвд тимошенко стала главой кабмина возглавила а вот для порошенко 2005 год был неудачным его уволили с должности главы снбо и вот прогнозируют астрологи что и в семнадцатом году возможно он может свой пост потерять аваков говорят уйдет в отставку это астрологи так говорят парламент не дотянет до на своего срока конечного и будут досрочные выборы хорошо говорят астрологи если они случаться осенью это просто хорошо говорят астрологи нет говорят это будет благоприятно и тогда к власти придут совершенно новые люди я не знаю какие плохие или хорошие они есть вообще люди вот у меня тоже кортится гиперинфляция была еще раз подчеркнул девяносто третьем и очень большая инфляция была в пятом году и все вот к тому идет что такие показатели к семнадцатом тоже мне нравится мне нравится вот вывод астрологов всегда такой в целом это вот они насыпят такого да да серьезно а потом целом год будет хорошим в общем-то для украины он будет нейтральным для нас уже и дай бог что ну вот я хочу сказать что уже принят непонятно какой будет год но бюджет уже принят как обычно ночью там к пяти утра значит депутаты проголосовали этот бюджет ну потому что мвф сказал что до 25 декабря не проголосуете вот этого транша на 1 и 3 миллиарда не будет но что про бюджет сказать расходы 26 и 7 миллиарда это доходы да а расходы 29 то есть но дефицит 3 процента ввп я не это такие цифры что мне дают на вооруженные силы на 22 процента больше 1 и 9 миллиарда мвд на 12 процентов больше 1 и 7 миллиарда ну все такое там гпу тоже это я имею ввиду прокуратуры добавили ну и всем добавили теперь зарплата будет 33 тысячи двести гривен то есть это да минимальная зарплата поэтому уборщицы подтянутся главным врачам так сказать ну в общем потому что начнут их убирать вот ну это ну что акцизы вырастут и вырастут даже бензин уже налоги на частные предприниматели даже если они не работают они все равно должны будут там платить что-то 700 гривен по моему я вспомнил просто анекдот наших любимых друзей из красной бурды что если вы видите одиноко пьющего человека не спешите делать выводы может быть это корпоратив частного предпринимателя вот так что я желаю всем хороших корпоративов и хорошего бюджета евгений подожди у нас есть телефонный звонок как евгению жениться так ночь коротко предлагаю послушать добрый вечер слушаем вас добрый вечер да здравствуйте добрый вечер говорите добрый вечер вы знаете хотелось быть оригинальным но тем не менее я хочу рассказать о подарки под елочку который получили мы и жителей дома по улице резничной пожалуйста можно немножечко быстрее сейчас да 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 не сейчас когда заходишь так сказать после работы или же в депрессивном состоянии после сопещения супермаркета свой под свой подъезд и радуйся светлому чистому подъезду вместо унылого и зашарпанного вы довольны спасибо камилю примакову нашему депутату спасибо вам за звонок ну приятно благодарят людей если камиле еще каждом подъезде если бы камиле не заказывали звонки правда камиле молодец ты молодец это безусловно за вот это тебя не обязывает благодарить никто камиле а можно его и поругать у нас бы была в городе красивая реклама городе есть прекрасная концепция реклама но к сожалению вместе ожидаемым загидом геннадьевичем красновым его фракцией фракция бпп к сожалению провалила на данный момент а камиле примакова да не было на сессе а его фракция в это время так провалила такой красивый закон но надеюсь что все будет хорошо потому что все прогрессивные патриотические силы должны быть вместе я хочу сказать про бюджет говорили важная вещь которая влияет на бюджет вот была популярна в этом году песня экспонат хоть и русская на группа ленинград да да популярная но не ленинградом едино вот об интересном экспонате тут месяц только не ругайся ровно почему ну нельзя в эфире с новым годом 20 была месяц назад знаковая дата ровно год с того дня как украина импортировала в последний раз вот руси шагаз голубое голубое топливо на тот день это 25 ноября 2015 запасы в газохранилищах были на 2 миллиона кубов больше чем на аналогичный день за год перед этим 2014 и вот такая интересная милота произошла эксклюзивы троллинг от компании укртрансгаз можно вот фотографию да вот на фотографии макс белявский пресс-секретарь укртрансгаза пишет вопрос года что это что там для чего это ну думали там самогонный аппарат ответ спасибо за там последние полкуба метра импортированного российского газа для отечественных нужд то есть укртрансгаз вот эти полкуба российского газа последний выставил на благотворительный аукцион проведен аукцион и средства от этого аукциона полкуба последний русского газа этого ненужного нам который уже становится антиквариатом уже нужен экспонатом ну тенденция же понятны вырученные средства пошли в северодонецк есть еще добавить что украина так и не согласилась на принцип вот это тэй копей бери и плати то есть не важно будешь ли использовать и плюс не согласилась то ли принять принимать газ ты согласилась только с указанием в какие пункты конкретно украины чтобы газ не попадал на территорию лугандона то принципе в этом вопросе здесь реальная перемога она не стопроцентно как чуть-чуть преувеличивает там нафтогаз но она реально и болезненная для великого газ ордынского государства я предлагаю вам сегодня быть более картины новогодний тариф в эфире по времени он 1 за 2 1 минута за 2 и за 2 идет поэтому немножко так покороче я я все вот посылы в будущее как-то сегодня хочется мне говорить будущий год 2017 городская мэрия наша днепровская объявляет годом транспорта я счастлива например если так все сложится и реформа транспорта у нас в городе наступит 500 миллионов гривен обещают выделить из бюджета на развитие транспорта в нашем городе винницкий национальный технический университет на сегодня победитель тендера на разработку там системного проекта но я правда что то мне кажется что это изменится как-то ну дай бог электротранспорт приоритете там какое-то нереальное количество новых троллейбусов появится даже немножко странно с транспортом там тоже 200 миллионов или каких-то тысяч обещают выделить на речной транспорт вот но мне лично нравится то что вот анализируя нашу транспортную систему сегодня звучат не цифры о количестве маршруток а уже употребляются термины такие как коэффициент у нас он к сожалению показывает слаборазвитость в нашем городе плотность разветвленность непрямолинейность это вот уже говорит о том что все-таки начали думать я верю в то что они придут и очень этого хочу кстати о виннице да которая вот победила да в конкурсе вот владимир гройсман да там ну тоже победивший от венец вот в этот раз у него не сложилось с таким предновогодним визитом в израиль потому что там он происходило голосование резолюции ну значит совета безопасности он по поводу того что израилю нельзя строить вот поселение на оккупированных еще там в шестьдесят седьмом году территориях и в частности восточный иерусалим вот и украина всегда америка накладывала вето на эту резолюцию многие годы но сейчас обама что-то совсем разошелся перед дембелем и значит они не наложили вето а просто воздержались это была единственная страна которая воздержалась все проголосовали за в том числе украина но про всех там трудно что говорить а гройсман он не таньяху сказал что приезжать не надо мы сильно обиделись мы вас там по крыму поддерживали короче говоря как то вот испортили отношения с израилем на ровном месте тоже могли воздержаться не знаю глубины этой политики но выглядит это достаточно глуповато ну я думаю выправиться все таки то есть они осознались гройсман таки осознал я надеюсь его весь говорят что там была вилка какая-то дипломатическое слово но они же как всегда очень хреново все объясняют нету как всегда никаких объяснений не таньяху ничего не понял я не буду говорить про президент да он не везет вообще там и ты не таньяху обещал забить на него и там президент филипин сжечь о чем мы расскажем после нового года я все-таки вот и начало транспорте один маленький хороший подарочек такой сделан вот который больно ударил немного который порадовал 99,8 процентов людей а 0,2 десяток людей которые хотели бы чтобы было все-таки реально плохо вот он им доставил неудовольствие если такие в городе я об антизраде о транспорте маленьких радостей скажу я тут хворал дней 5 ты знаешь и не выходил и не выходил на улице родного до боли да и после боль города но при этом количество коммуникаций вот парадоксально росло я общался с этими вот лига смеха там студент наши 180 и выше телефон все мессенджеры и так далее количество контактов было огромное и неожиданно для себя я начал локти кусать и хотеть выздороветь массовая это трамвайчик новогодний трамвайчик новогоднего первого маршрута вот можно его показать может вдруг еще кто не видел то есть вот не видела я даже вчера видел а там несколько фотографий в разных ракурсах очень красиво вот новогодний трамвайчик который как бы отвлекает трудящихся от коррупции от классовой борьбы от проблем и от зарады и все как сказились трамвайчик трамвайчик очень много нареканий у населения что он поднимает настроение людям что нареканий радостно поднимает настроение радость на душе позитив улыбки даже вот моя жена принеся мне лекарства значит он не сказала что увидела трамвай реально дословные слова не сдержалась и потеплела на душе одна знакомая из польши приехала годнего она вообще договорилась до какого цинизма надо дать она увидела даже какие-то изменения хорошие в городе это до какого цинизма надо дойти от рамочек и и добил я написал этот пост такой вот как бы достаточно радостный много очень хороших теплых комментов я не буду цитировать значит я иди это такие травочки в разных городах там были в украине не знаю насколько это было это было там россии на западе это было но впервые как бы мэр предложил это его в общем-то идея чтобы такой трамвай был и насколько он предложил гороэлектространство гороэлектро транспорт не смог отказать но в принципе это действительно маленькая радость но которая действительно замечательная идея я вот напомню в продолжение темы и для любителей вот такой праздничной иллюминации трамвайчик то это безопасная штука а вот фейерверки которые у нас любят запускать на новогодние праздники в том числе эта штука опасная и в нашем городе по-прежнему действует запрет горсовета решение от 1 сентября 14 года нельзя на территории города использовать фейерверки запрет такой продлится до конца боевых действий обещают если все сложится раньше как-то появится возможность такая его отменят нарушителям там штраф грозит ну кроме того что это опасно за чертой города можно использовать при соблюдении всех правил безопасности я тут поискала в интернете альтернативы вот такие безопасные кроме трамвайчика такая иллюминация красивая и безопасно есть еще китайские фонарики например тоже если их правильно запускать они достаточно для этого нужно китайцы нет можно купить они там как-то недорого стоят а есть воздушные шары со светодиодами тоже достаточно безопасная штука лазерное шоу сейчас внутри богатство и красота есть внутренний светодиод или есть и внутренний . поэтому я призываю не использовать сторону китая все-таки мы же должны двигаться в европу как мы собирались вот уже не один год и просто там сигнал поступил оттуда вот нидерланды которые нам там завалили весь этот всю ассоциацию там их этот премьер-министр рюте да он такой в общем то он значит сказал что мы внесем поправки в эту ассоциацию значит ну и там внес поправки которые совершенно бессмысленные ну типа что она нас не делает там кандидатами члена в члены евросоюза что денег нам все равно не дадут что права на работу все равно украинцы не получится что обороны европа не защитит но тем не менее голландцы повелись поверили поцелуете нас попу потому что мы нидерланды да ну да 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 это же же геи кругом это не кроме кругом не кроме вот короче говоря они сейчас вот эту вот все-таки ассоциацию как-то там подпишут безвизном уже этот юнкер обещает вот-вот там через три недели так что все будет в общем-то по европе спасибо депутат я сейчас подумал а будут ли ставки вот что порошенко пообещает в новогоднем своем обращении к народу как вы думаете ну вот пообещает он нам безвиз там когда опять какой-то обещает пл内ка все что не выполнено можно обещать просто раффи развязки безвизг запрога липецква претенгал банк скажет самое главное большое злое липецкую фаду очень печальная новость сегодня джордж майкл это да очень я мне симпатична он как певец был и такая судьба тоже какая-то страна чтобы он стал 53 годы же 2 он спел эту знаменитую last christmas и умер на Вообще, если вспомнить этот год, Дэвид Бой, Леонард Коэн. Умер Феликс Давидович Кривин. Великий, в общем-то, писатель, философ. Уроженец Мариуполя, живший в Ужгороде. Такой год был все-таки тяжелый. Санта-Клаус, скажи, пожалуйста, ты веришь в Деда Мороза или в Санта-Клауса? А во что еще веришь? А в теорию относительности ты веришь? А в британских ученых? Я об этом не думала. Вот британские ученые, физик Кэти Шин, женщина, между прочим, ой, сексизм, господи, прости, из Эксетерского университета доказала возможность физик... Женщина-физик? Да, женщина-физик, да, да. Не все же программы телевизионные профессионально вести, высокопрофессионально, доказала возможность существования Санта-Клауса с помощью теории относительности. Она говорит, что из-за... Почему мы не видим? Потому что он перемещается на огромной скорости, и из-за этого он может изменять свои размеры, и в дымоход может пролезать, и не подвержен старению. Подсчитала она, что олень, якобы его, 10 миллионов километров в час, и увидеть по этому человеческому глазу это невозможно. А благодаря эффекту Доплера, ты же знаешь, что такое эффект Доплера? Конечно. Но волна, когда вот приближается, то его еще и не слышно. А второй Санта-Клаус, потому что мне же потом не дадут времени еще, вот, избил плохой санк. Помните был фильм? Значит, в городе Милуоке, считается, один из скучнейших, было весело достаточно. Санта-Клаус подошел к девочке, в торговом центре спрашивает, чего ты желаешь на следующий год? Он сказал, а девочка сказала, я хочу, чтобы отчим меня не домогался. Он сказал, покажи, где отчим. И он избил 60... Доп, тот потерял сознание. Избил отчима, приехала поле, он подошел к нему, ударил головой. Очень добрый центролог. Но потом, там присоединились эльфы, которые поздравляли людей. Они добили отчима. Приехала полиция, сказали, что, ну, к сожалению, придется посадить. Но чувак, этот, извините, этот педофил, отчим, извинился, сказал, что не будет подавать, но против него дело возбудят. А Кейна выдвинули горсовет Милуокский, я не знаю, если там регионалы, вот, и Камиль, но, тем не менее, выдвинули Милуокский горсовет, выдвинул этого на... Кстати, следующий... Санта-Клауса на номинацию «Гордость Милуоки», а потом все сели пить чай. Как это связано с моей верой в Санта-Клаус? Не, подожди. Вот я расскажу вот про доброе... А поверишь тогда в эту историю? Ну, она как-то банально. Доброе, реальное дело. двух свидетелей из Милуки, я найду. Которое произошло вот буквально вот на днях, значит, просто вот крик был услышан. То есть, ну, все мы знаем замечательный театр «Крик» одного актера, Михаила Мирника. У него там вот в подъезде, рядом с театром, в подвале, да, там жили бомжи, крысы, был запах такой не очень театральный. Театр, в общем-то. Да, ну, вот, и вот крик раздался, и, значит, добрый Михаил Лысенко, да, там, прилетел на... Сегодня Санта-Клаус, что же тут такое? Да, 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 ну, это не он. Мамочки! И меня заинтересовало... Генди, ты знал! Я не знал! Меня заинтересовал этот вопрос. Веришь ли ты в Деда Мороза? Вот я тоже говорю, почему он слышал? Подожди, я расскажу. Ну, короче говоря, спасли театр, крысы ушли, бомжи ушли, наступило счастье. Счастье? Так вот оно и наступило, вот оно и пришло. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты знал, да? Кстати, я приехал на том трамвае, который светится. Ты ватный? Ты ватник? Ватник, да, ватник. Нет, он не ватник. Он приватный, он приватный. Причем мне нравится, что сорокие разговоры сразу пошли. Боже, я сто лет не сидела рядом с Дедом Морозом, и не стояла. Единственное, что есть, руки от Кальяновой. Это приход Нового Года и, естественно, Деда Мороза. А Дед Мороз без подарков не может быть. Давай, давай, дедушка. Все сложилось, это судьба елки. Как выглядит, но факт в том, что у вас будут замечательные подарки, елка поставь. Договорить, пожалуйста, вот вырос. Мы должны как-то отриграть. О май гад! Нет, ты встань и прочитай стишок. А что я должен? Так, я хочу вам подарить такие календари. Спасибо. Спасибо, дедушка. Чтобы такая замечательная птичка вас клевала в нужное место. День динасор. Чтобы вы по понедельникам отмечали, когда у вас программа. Зрители это все видели. Это птички снегири, которых бандеровцы едят. Вот снегири. А где мы снегири? Ну и чтобы, как говорится, у нас все было очень и очень хорошо. Красиво. Спасибо большое. Спасибо, Дедушка Мороз. У нас этот недорогой, но памятный подарок. Стихотворение с тебя, мальчик, причитается. А нет экспромта стихотворения какое-то? Давай, давай. Мы тебе, Ген Дин, дарим по 10 секунд накануне Нового года. Мы тебе дарим, отдаем. Эфирного времени. Не мотивируем. Не вопрос. Если уж в программу ДЖП пришел Дед Мороз, то всю страну в 2017 году ожидает экономический рост. Браво! А мы вам желаем, я банально, я желаю здоровья. Вот этот гриб дурацкий, пусть он уйдет. Правда? Правда? Давайте его как-то... Заморозьте его, пожалуйста. А я бы еще сказал, здравствуй, Дедушка Мороз. Мороз, борода из ваты, от кальяновой, от сеть, она не заказывала. Не надо. Ёлка возле меня, и Дед Мороз тоже рядом со мной. Замораживаем, да? Да, гриб. Доллар замораживаем. Что мы еще? Да, что еще? Трезвый. Я бы думал, в чем дело, а в чем лажет? Трезвый Дед Мороз. Фальшивый? Это фальшивый, это не настоящий. Боже, отлично. Ну что еще, что ты хочешь пожелать нам? Нет, я хочу, чтобы все были здоровы. Отличный. А я хочу, чтобы все были не только здоровы, но и счастливы, насколько это возможно. И счастливы, и да. А я хочу инсайт сообщить, потому что людей же курс интересует, насчет курса, очень важную информацию. Господи, кто про что? Про новый год надо. А ты послушай. А мы пойдем с Дедом Морозом пить шампан. Ты послушай, старикан, ты не спеши. Только, уважаемый, я вам сообщаю, курс несколько дней назад неумолимо начал расти, и он будет расти. Я имею в виду курс дня по отношению к курсу ночи. Вы это заметили? Пророгие. Скоро заметили. И надеюсь, никакая сволочь не будет спекулировать на вот этой курсовой разнице, и рынок вечности не балится. Но у кого сбережения в ночах, вы не спешите от них избавляться, они вам еще пригодятся. Но курс дня уже растет, и будет все светлее и светлее. С наступающим... Не мими. С наступающим Новым Годом. Будьте здоровы, и чтобы был у нас везде-везде мир. Ищем. Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Призов визитника не было, если там есть Минькин, то другой собеседник мне гораздо более слабоет.